В свои семь Ксения Синельникова – лауреат региональных и всероссийских конкурсов исследовательских работ. Её последний научный труд – о прививках, болезненная для детей тема. Девочка изучила пользу прививок и даже выпустила рекомендации для своих одноклассников и их родителей, как не бояться уколов. Мы выявили, что прививка – это очень важная вещь, потому что если её не делать, можно вернуться в средние века, когда люди умирали от обычной простуды, оспы и чумы. Если маленькая Ксюша только начала свой учебный путь, то для Евгении Михеевой это был последний год в школе. В её копилке – награды самых престижных российских научных конкурсов. Женя исследовала творчество Солженицына и составила словарь авторской лексики. Хотя литература – это скорее хобби, а стать она мечтает экономистом. Я уже ищу гранты, которые помогут мне в дальнейшем обучении. Как раз эти конференции помогают не только школьнику, но уже в дальнейшем студенту развить ораторское искусство, коммуникативные навыки, научить отстаивать свою точку зрения. Евгения и ещё 200 одарённых школьников собрались сегодня в Зимнем театре. В холле лучшей театральной площадки города – концерты, праздничное дефиле. На приём юные таланты пришли в элегантных нарядах. Всё, как на вручении престижной премии, а для детей она и является таковой. В Сочи уже стало доброй традицией ежегодно отмечать лучших сочинских школьников, тех, кто достойно защищал честь города на краевом, всероссийском и международном уровнях. А таких было более 20 тысяч. Церемония награждения лучших из них проводится в городе уже в 22-й раз. Это гордость нашего города, это гордость нашей страны. У каждого из вас свой талант. И я очень рад, что этот талант заметили ваши педагоги и позволили ему развиваться. И знайте, что вы и ваши достижения очень нужны нашему любимому городу Сочи, вашей маленькой родине. На сцену выходят победители в разных номинациях. За вклад в творчество, спорт и науку. Кирилл Харужи – один из таких. Один из лучших юных физиков города. Призёр Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету. И свою жизнь уж точно свяжет с наукой. Далее поступать я буду в физико-техническую школу имени Йоффа в Питере. Вот, ну это школа, 10-11 класс. А дальше посмотрим. А вот вы себя считаете одарённым человеком? Ну, туда набирали пять человек, так что чуть-чуть есть немного. Каждый из юных талантов из рук почётных гостей церемонии получил диплом юного гражданина города Сочи и памятный подарок – статуэтку, как знак причастности к плеяде лучших представителей сочинской молодёжи. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.